Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Александр Масликов. И вот что произошло к этому часу. Приютим косолапых. В Приморье строится первый в России приют для медведей. Первый постоялец уже освоился. О первом на Дальнем Востоке приюте для медведей расскажу я, Катерина Матвеева. Образовательный эксперимент. Приморье, как и другие регионы России, активно готовится к ЕГЭ, используя новатомские методы. Все это для того, чтобы подготовить их лучше к экзамену и связать сложные и подчас довольно абстрактные понятия физической теории между собой. Настоящие супергерои. В Приморье оттачивают и демонстрируют мастерство горные спасатели. Также в выпуске. СМС ОЧС. О региональной власти на местах будут иметь право сами предупреждать о чрезвычайных ситуациях. Еще расскажем. Купальный сезон на старте. Специалисты рассказали, где можно купаться, а где могут напасть акулы. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Госдума ужесточает наказание для пьяных водителей. Ежегодно под колесами нетрезвых водителей гибнут 4,5 тысячи людей. Среди них до тысячи детей. А 20 тысяч становятся инвалидами. Пока что виновники таких ДТП делаются сравнительно легким наказанием. А затем зачастую опять садятся за руль под шофе. Госдума решила, что подобных водителей надо наказывать как убийц. Ведь их умысел очевиден. Законопроект прошел первое чтение. Ужесточение ответственности получило и общественную поддержку. Ведь под колесами нетрезвых водителей за 5 лет исчезает целый город. Ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью с нынешним сроком, а это до 4 лет лишения свободы, предлагается увеличить до 7 лет. При гибели в аварии человека до 12 лет. Максимальное наказание будет грозить нетрезвому водителю в случае смерти двух и более лиц. Срок лишения свободы возрастает до 15 лет. Сегодня подобного рода деяния считаются преступлениями по неосторожности. Так, 65% приговоров для тех, кто покалечил людей в пьяном виде, это условные сроки. А в 60% случаев, когда речь идет о гибели двух и более людей, суд назначает наказание ниже минимального предела. Ежегодно в России под суд идут примерно 70 тысяч водителей, которые повторно после привлечения к ответственности за пьяное вождение управляют транспортным средством под воздействием алкоголя. Местным властям дадут право предупреждать о чрезвычайных ситуациях. Возможно, скоро не только МЧС России, но и региональные власти на местах будут иметь право сами принимать решение о тревожной СМС-рассылке во время каких-либо надвигающихся бедствий. Таким образом, законодатели хотят сократить время для предупреждения населения о чрезвычайной ситуации. Сегодня в законе не прописано обращение, каких именно государственных органов должны воспринимать как обязательный приказ к действию средства массовой информации и сотовые операторы. Также не указано, в каких случаях к СМИ, к сотовым операторам обращается федеральный орган, в какие региональные администрации, в каких органах местного самоуправления. Это кажется некритичным в простой ситуации, но становится важным, когда случилась беда и население вовремя не оповестили. Во Владивостоке ремонтируют аварийные подпорные стены. Ход ремонтных дорог проинспектировал глава города Олег Гуменюк. Капитальная реконструкция началась одновременно на четырех крупных объектов. Сегодня на одном из них работы ведутся с опережением графика. Подробности у Светланы Садовой. Героев Тихоокеанцев 24А, Адмирала Кузнецова 70, Черняховского 3 и сквер имени Анны Щетининой на Эгершельде. Во Владивостоке начались работы по капитальному ремонту одновременно четырех больших подпорных стен. Все они находились в плохом состоянии и требовали срочного ремонта. Ход ремонта на всех четырех объектах глава города Олег Гуменюк проверил в рамках объезда городских территорий. На улице Героев Тихоокеанцев ремонтные работы идут с опережением графика. Представитель подрядной организации доложил главе, что сейчас на стройплощадке проводятся последние этапы заливки бетона. Полным ходом идут работы в сквере имени Анны Щетининой. Напомним, в прошлом году подрядчик не выполнил своих обязательств. Контракт пришлось расторгать и срочно искать новых строителей. Сегодня здесь работают экскаватор и самосвалы. Строители ведут разработку грунта по координатным точкам и высотным отметкам. Им предстоит возвести подпорные стены общей протяженностью более 94 метров, а также благоустроить сам сквер. Стены будут выполнены из коробчатых габионов. Их высота на разных участках составит от 4 до 12 метров. Во Владивостоке более тысячи подпорных стен. Часть конструкций принята в муниципальную собственность, паспортизирована и ремонтируется. По поручению главы города уже утвержден перечень объектов, которые будут отремонтированы следующими. Среди них стены по улице Зои Космодемьянской, 14, Русская, 17, а также подпорные стены на набережной спортивной гавани. Светлана Садовая, Новости на 8. Во Владивостоке рабочие срезали и вывезли последние секции металлического ограждения Покровского парка, оставшиеся после серии прошлогодних краж. На этот раз демонтаж проводился официально по инициативе мэрии. Убрать то, что осталось от забора и уже не выполняют функции ограждения, было решено в рамках работ по благоустройству и восстановлению Покровского парка. Забор, частично спиленный вандалами, был демонтирован силами муниципального учреждения содержания городских территорий. Последние секции вывезли на склад временного хранения. Части ограждения планируют использовать для городских нужд. Каких именно, будет определено позднее. Сейчас администрация города прорабатывает концепцию благоустройства Покровского парка. Целесообразно ли устанавливать новый забор взамен прежнего, пока решают. Сумма ущерба от действий вандалов по информации городских властей составила более миллиона рублей. К другим темам. Самый горячий период для всех выпускников по раздаче единого государственного экзамена стартует уже 27 мая. Приморье, как и другие регионы России, активно готовятся к этому. И, как оказалось, не только старыми добрыми педагогическими методами. На помощь выпускникам, которые решили сдавать физику, скоро придет виртуальная реальность. Подробнее о подготовке к ЕГЭ по одному из самых сложных предметов в следующем сюжете. 11-классники Гуманитарного экономического колледжа ДВФУ, как ни странно, довольно часто выбирают для сдачи ЕГЭ естественно научные предметы. Несмотря на популярное утверждение о том, что математика царица наук, физика все же подвинула ее на пьедестале самых непопулярных предметов. И в последнюю очередь из-за сложных и не всегда понятных школьникам заданий. Однако уже сейчас в трех российских столицах – официальной, культурной и дальневосточной – проходит эксперимент по внедрению в образовательный процесс высоких технологий. Конкретно на этом уроке ребята познают основные законы природы в виртуальной реальности. Основная история в том, что это своего рода лаборатория, где, тем не менее, визуализируются еще невидимые глазомагнитные силы, что делает проведение этих лабораторных решений задач легче и понятнее. Организаторы провели тестовый экспресс-урок. В течение часа школьники то надевали, то снимали очки VR. А там компьютерный учитель объяснял им задачу, объяснял, на что они смотрят и предлагал решить головоломку. В ходе такого интерактива ребята, как предполагается, лучше поймут, как действуют те или иные физические законы. И изучали, каким образом электромагнитные процессы протекают, как они связаны между собой, как взаимодействуют постоянные магниты и электромагниты. Изучали явления электромагнитной индукции. Все это для того, чтобы подготовить их лучше к экзамену и связать сложные и подчас довольно абстрактные понятия физической теории между собой. Чтобы подтвердить выбор определенного варианта действий или совершить манипуляцию с виртуальным объектом, каждому школьнику выдали специальный контроллер. С его помощью выпускники непосредственно взаимодействуют с предлагаемой задачей, могут покрутить изображение, что является ключевым фактором для понимания многих задач по физике в ЕГЭ. Сейчас мы тренируемся в решении трехмерных задач. Это поможет детям в будущем легче решать задачи в АГЭ, поскольку в какой бы развертке, с какой бы стороны рисунок в задаче не попался, теперь они смогут в нем легче разобраться. В экспериментальную программу входит подготовка по физике и химии, причем как к единому госэкзамену, так и к общему, для девятиклассников. Результаты эксперимента, проводимого в Москве, Петербурге и Владивостоке, станут известны уже в июле этого года. Уже после результатов ЕГЭ и ОГЭ. Евгений Черемхин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Ну а те школьники, кто летом не собирается грызть гранит науки, могут и подзаработать. 140 работодателей Приморья готовы взять школьников на работу летом. Трудоустроиться ребята смогут в бюджетные учреждения и на такие крупные предприятия, как Почта России, Росморпорт, заводы Аскольд, Прогресс и Звезда. По статистике, ежегодно подработку в свободное от учебы время находят более 9 тысяч приморских подростков. С начала года уже 540 ребят нашли временную работу при содействии службы занятости края. Но пик трудоустройства ребят приходится на первые месяцы летних каникул. Традиционно подростки трудятся почтальонами, уборщиками служебных и производственных помещений, упаковщиками, подсобными рабочими, помогают благоустраивать территории. В июне начинаются ремонтные работы в образовательных учреждениях и уже сейчас школьники могут записаться в ремонтные бригады. Школьники, которые устроились на работу при содействии службы занятости, получают зарплату и материальную поддержку из краевого бюджета. При сокращенном рабочем дне у школьников есть возможность зарабатывать от 4 до 15 тысяч рублей. Владивосток попал в десятку городов, куда россияне готовы переехать на работу. К слову, переезд в другой город или регион страны ради высокооплачиваемой и перспективной работы готова треть жителей России. Если говорить о географии, то наиболее предпочтительный вариант для работников, согласных на смену дислокации, переезд в Санкт-Петербург. Следом идут Москва, Краснодар, Казань, Подмосковье. Также в десятке лидеров Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток и Самара. Больше половины россиян согласны обсуждать возможные варианты. Категорически не хотят никуда ехать ради работы лишь 8% населения. Такие данные приводит российская газета. Большинство готовых на переезд предпочли бы проработать на новом месте 2-3 года. Для того, чтобы остаться подольше, участники опроса хотят роста зарплаты, повышения по карьерной лестнице, продление срока действия так называемого релокационного пакета, мер поддержки оказываемым работодателям. При этом на время работы сотрудника в действии такого пакета в России распространяют лишь треть работодателей. 17% вообще ничем не помогают сотрудникам при переезде. В эти дни свое мастерство показывают приморские горноспасатели. Соревнования проходят в поселке Липовце на территории приморского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. Это формирование оказывает помощь тем, кто ведет горные работы, а также трудится на объектах угольной, горнодобывающей и металлургической промышленности и подземного строительства. Сотрудники МЧС демонстрируют свои умения в проведении тактической разведки горной местности и учебной шахты, оказании помощи условным пострадавшим и тушении условного подземного пожара. Подробнее в нашем следующем материале. Горящая шахта с пострадавшими спасателям необходимо провести тактическую разведку горной местности, оказать помощь задыхающимся людям и потушить пожар в шахте. Такова легенда второго этапа соревнований по тактико-технической подготовке между командами подразделений военизированного горноспасательного отделения МЧС России Дальнего Востока, который проходит в поселке Липовцы. Данные мероприятия проводятся регулярно. Они имеют несколько этапов. Первый этап проводится в подразделениях, второй этап проводит горноспасательный отряд, третий этап – это всероссийские соревнования. И с 2013 года появился четвёртый этап этих соревнований международный. Горноспасатель России является постоянным членом международной организации горноспасательных служб. Военизированная горноспасательная часть МЧС России – аварийно-спасательное формирование, которое оказывает помощь тем, кто ведёт горные работы и трудится на объектах угольной, горнодобывающей и металлургической промышленности и подземного строительства. В соревнованиях принимают участие четыре команды из Дальнегорска, Красноармейского района Приморья, Республики Саха и Хабаровского края. Задача участников – показать боевую готовность и профессиональную выручку. К соревнованиям горноспасатели готовились около полутора месяцев, читали специальную литературу, занимались тактикой, отрабатывали каждый этап по очереди и по направлению. Запись газовой обстановки, обнаружение пострадавших, тушение пожара, обследование горных выработок, задымлённость. Ну, наиболее сложный этап – это, как всегда, пострадавшие. Бережное, аккуратное обращение, сердечно-лёгочная реанимация и непрямой массаж сердца. Переломы, ордитериальные кровотечения. Наложение жгута и наложение стерильных повязок и шинирование конечностей. В рамках соревнований в Липовцах проходит выставка, на которой представлено горноспасательное оборудование, предназначенное для разбора завалов в трудных условиях. Гидран, пистолет и шахтное сверло, предназначенные для тушения пожаров. Приборы для контроля газовой атмосферы воздуха, катушка и аппаратура горноспасательной связи для передачи сообщений от отделения до командного пункта. Респираторы для защиты дыхания в непригодной среде, аппарат искусственной вентиляции лёгких, установка аварийно-спасательного оборудования для спасения людей по вертикальным выработкам и установка пожаропенного тушения. Такие мероприятия нужны для того, чтобы люди понимали, что очень сложные условия для работы под землёй, для работы на карьерах. И что для этого есть спасатели, которые не оставят этих людей в беде в случае чего. Свою службу горноспасатели несут круглосуточно. Главная задача, говорят они, не просто спасать людей из горящих шахт, но целыми и невредимыми возвращать их в семьи. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после которой... Приютим Косолапых. В Приморье строится первый в России приют для медведей. Первый постоялец уже освоился. Актёр и режиссёр Константин Хабенский станет в этом году президентом международного кинофестиваля во Владивостоке. Солнце, море, лишний вес. Готовим себя к сезону вместе с нашим проектом «Попробуй на себе». С вами по-прежнему Александр Масликов, и мы продолжаем. Приютим Косолапых. В Приморье строится первый в России приют для медведей. Первый постоялец уже освоился. Актёр и режиссёр Константин Хабенский станет в этом году президентом международного кинофестиваля во Владивостоке. Солнце, море, лишний вес. Готовим себя к сезону вместе с нашим проектом «Попробуй на себе». Вопросы экономического сотрудничества, туризма, культуры, науки и образования обсудили на Совете губернаторов России и Японии, который прошёл в Москве. Участие в Совете принял и губернатор Приморья Олег Кожемяка. На Совете с обеих сторон прозвучали мнения о том, что препятствует контактам регионов двух стран. Чаще всего вспоминали довольно жёсткий визовый режим. Олег Кожемяка считает, что надо упрощать для туристов систему визового обмена. Приморская столица, по мнению главы региона, привлекает туристов именно возможностью въехать в Россию по электронной визе. За последний год турпоток из Японии в Приморье вырос на 14%. Для Приморского края Япония – стратегически важный партнёр. В ходе Совета губернатор Приморья обсудил с послом Японии в России сразу несколько направлений сотрудничества. Провели предварительную встречу с послом Японии в России, с господином Кадзуки. И проговорили о тех векторах направления, о том реализации плана, который был подписан и утверждён между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синзе Абе по реализации и мастер-плана, и проектов по острову Русской, мусоросжигательных заводов, и продолжение работы по сборке двигателей для Мазды и дальнейшим их экспортов в Японию. Мы видим, что за последний год выросло количество туристов, пребывающих из Японии. И это направление необходимо нам наращивать и в дальнейшем. Я думаю, что в этом заинтересованы все, и прежде всего жители Приморья, и жители Японии, которым интересен в целом облик города. Ну и, безусловно, радушие и гостеприимство жителей города Владивостока. Президентом международного кинофестиваля стран АТР «Пацифик Меридиан», который пройдёт в сентябре во Владивостоке, станет знаменитый российский актёр и режиссёр Константин Хабенский. На счету Константина более 50 киноролей. Среди последних главной роли в картинах и сериалах «Географ Глобус Пропил», «Метод Коллектор». Также Хабенский является основателем благотворительного фонда для детей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями мозга. Президентом международного жюри 17-х «Меридианов Тихого» станет режиссёр, сценарист и продюсер Анна Меликян. Она является создателем кинокомпании «Магнум», которая занимается производством фильмов и телесериалов. Среди её работ фильмы «Марс», «Русалка», «Звезда», который удостоился приза за лучшую режиссуру на фестивале «Кинотавр». Американский журнал «Вариэти» включил Меликян в десятку самых перспективных режиссёров мира. Фестиваль «Пацифик Меридиан» проходит ежегодно в начале осени во Владивостоке. Каждый год в нём принимают участие страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В Оргкомитет фестиваля ежегодно приходит более 850 фильмов. Семнадцатый по счёту кинофестиваль «Пацифик Меридиан» пройдёт с 13 по 19 сентября. В Приморье строится первый в России приют для медведей. В Надеждинском районе уже возведены семь вольеров для животных. Первый медведь уже заселен. Ранее в Приморье пытались найти дом для медведей, которых местные жители содержали без разрешений. Животные долго жили рядом с человеком, поэтому выпустить их в дикую природу уже невозможно. Для таких взрослых медведей и будет работать приют. Подробности у Катерины Матвеевой. Тёма – первый житель медвежьего приюта. Его привезли со Спаска Дальнего. Там он успел начудить, откусил руку нетрезвому гражданину, который полез к нему в клетку. На следующей неделе у Тёмы появятся два соседа из Артёма. Идея создания приюта для медведей у директора зоопарка «Садгород» Сергея Основина появилась ещё два года назад. Тогда в зоопарк часто приносили осиротевших медвежат. Совместно со специнспекцией «Тигр» часть животных удавалось реабилитировать и отпустить в дикую природу. Часть распределить по зоопаркам. Однако количество взрослых медведей, которые находятся на содержании у частных лиц, с каждым годом растёт. Таких медведей много у нас в Приморье. Живут они в частных домах, на металлобазах, при кафе. Охотнадзор их конфискует, потому что это незаконно добытые объекты из живой природы. А девать их некуда. То есть, если их некуда девать, у них судьба – утилизация. Ну, то есть, их или усыпят, или расстреляют, я уж там не знаю. Поэтому мы решили, наконец-то, вернуться к нашему проекту. Медведей с похожей судьбой в крае много. Браконьеры незаконно убивают медведица, малыши вынуждены скитаться по заправкам и кафе. Подбирают их добрые люди, но назад в природу их не вернёшь. Они вновь выйдут к человеку просить еды. На этом гектаре медведи будут свободно гулять, купаться, кататься с горок. Территорию оградят двойным забором. Наблюдать за животными можно будет с виадука. Всего приют рассчитан на семь зверей. Небольшие вольеры, которые служат животным в спальне, уже построены. Сейчас организаторы собирают средства, чтобы огородить территорию. Содержание зверей, оплату работы охраны и другие расходы зоопарк «Садгород» берёт на себя. Со временем возможности приюта планируют расширять. И тогда многие животные смогут жить пусть и не в тайге, но в достойных условиях. Ну а тем, кто провоцирует случаи попадания медведей к человеку, следует помнить, что они обрекают диких зверей на смерть. Или в лучшем случае пожизненное тюремное заключение. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. Учёные и эксперты пришли к общему мнению, что косаток из бухты Средняя в Приморье стоит вывозить в Охотское море для выпуска в середине июля, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Рабочая группа рекомендовала считать оптимальным местом и временем выпуска в Шантарский район Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года. Наиболее удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя является середина июля. Эксперты сочли, что выпуск косаток непосредственно в бухте Средняя летом в принципе возможен, однако несёт целый ряд рисков. Низкие шансы встретиться со своими дикими сородичами, недостаточная кормовая база, вероятность возвращения животных к месту их кормления. Также специалисты отметили, что необходимо быстрее переходить на кормление животных без контакта с человеком, обеспечить их спутниковыми и визуальными метками, организовать постоянное наблюдение за акваторией бухты Средняя и в целом залива Восток. Купальный сезон во Владивостоке начнётся через месяц. Согласно постановлению мэрии, горожанам не рекомендуется купаться в местах, не внесённых в перечень разрешённых, чтобы избежать нападения морских хищников. Среди таких опасных территорий острова Рикарда, Шкота, Елены, Два брата, полуостров Песчаный и другие. Перечень мест безопасного массового летнего отдыха, рекомендованных для купания, также уже известен. Среди них остров Русский, бухты Аякс, Чернышёва и Парис, а также мыс Вятлина и Охлёстышева, остров Попова, бухты Пограничная и Старка и остров Реники. Отметим, с мая по октябрь Роспотребнадзор будет проводить лабораторный контроль качества воды по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям. Поэтому пляжи, на которых купание запрещено в течение лета, могут войти в перечень разрешённых и наоборот. Кроме того, проверять места массового отдыха будут специалисты МЧС и ГИМС. Купальный сезон официально откроется 15 июня. Лето всё ближе и журналисты Восьмого канала, в особенности прекрасная половина коллектива, всё чаще обсуждают способы подготовить себя к активному отдыху, солнцу и пляжам. В рамках спецлинейки проекта «Попробуй на себе» ведущая Алина Кузина уже успела побывать на йоге. Занималась по специальной групповой программе «Бодипам». В этот раз девушка решилась на индивидуальную тренировку под руководством профессионального фитнес-инструктора. Всем привет! Знакомьтесь, это Алина. Здравствуйте! Ведущая мама и девушка с активной жизненной позицией. Фитнес, йога и йогурт. Эти ингредиенты мы смешали, сболтали и получили спецвыпуск проекта «Попробуй на себе». Весенний сезон «Фитнес-план». Сегодняшний день начинается у меня с тренировки, но тренировка должна начинаться с кардионагрузки. Ну что, поехали? У каждого тренера есть своя методика. И наш тренер на сегодня Нина порекомендовала мне не бегать во время кардионагрузки, а именно ходить. Кстати, уже заканчиваем с кардио и перемещаемся в тренажерный зал. Нина, привет! Привет! Я закончила с кардио, в принципе, готова. Отлично, как самочувствие? Ну, все хорошо, мне очень нравится твоя методика. Меньше бега, больше ходьбы. Это прям по мне. Отлично, мы бережем суставы. Сейчас у нас будет суставная разминка и перейдем к тренировке ягодиц. Сначала мы с тобой разомнем спину. Ну что, начинаем тренировочку. На выдох до моей руки поднимайся. Видите, у тебя получается упор идет. Колено здесь страшно не сгибать. Максимально тянет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шаг назад. Еще чуть-чуть шаг назад. Взгляд перед собой. Слегка наклонилась, сделала прогиб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все укрепляется, и со временем движения становятся более четкими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже были на йоге. Также у меня были групповые тренировки, но индивидуальные тренировки. Это совсем другая вселенная. Это намного круче, потому что здесь тебе тренер объясняет, как работает каждая твоя мышца. И без этого понимания, ну, навряд ли ты накачаешь себе идеальный пресс или шикарную попочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не тот тренер, который ставит перед собой задачу просто убить тебя на тренировке. Она, вот я сейчас чувствую себя нормально, вы видите, я даже дышу нормально. Но при этом я чувствую, что мои мышцы поработали. А это профессионализм называется. Ладно, пойдемте растягиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас обязательно покушай после тренировки Потратила очень много энергии, тебе нужно восполнять эти запасы Окей, хорошо, договорились Ну что, на сегодня мы заканчиваем Кстати, в следующем выпуске «Попробуй на себе» мы будем медитировать У нас будет йога, только теперь уже не в гамаках, а медитативная йога Вот так что следите за нами, за мной следите Ну что, пойдем? До встречи Чемпионат города по лапте завершился во Владивостоке Соревнования прошли уже в четвертый раз Весь учебный год школьники проводили матчи и отбирали лучших Об итогах состязаний по древней русской игре расскажет Максим Яковлев Городской чемпионат по лапте шел практически целый год Но, как отмечают сами игроки, сезон пролетел незаметно И вот уже финал В этом году школьные состязания впервые разделили на женские и мужские Поэтому борьба стала более напряженной, а результаты более непредсказуемыми Древнерусскую игру на себе опробовали в итоге несколько десятков учащихся седьмых-восьмых классов Первое чемпионство разыграли девушки Победу заработала 33-я школа Первая школа, в принципе, если бы мы до этого могли уже хорошо играть, мы бы могли выиграть Ну, во-вторых, мы выиграли, то есть постарались А вот с 14-й было сложно играть, потому что они все мощные, они быстро бегают Вот за это было сложно А вот последней центральной игрой чемпионата стал финал между давними соперниками Парни из школы номер 56 пытались вырвать победу у седьмой И те, и другие смогли заработать немало очков Однако более сплоченными под конец себя показали именно ребята из 56-й школы Оказалось, что их история – это настоящий путь через тернии к звездам Мы начинали с самых низов, когда только лапта появилась Самый первый год, я был самый тяжелый, мы играли под дождем Ну, звезды не сложились, а мы проиграли У нас было второе, третье, третье место И я уже сделала тренировки по лапте И все, чтобы нам достичь этой цели, мы это сделали По итогу финального дня победители и призеров наградили медалями и кубками Также ребята получили эксклюзивные почтовые открытки Выпущенные специально в честь соревнований, тиражом всего в 200 штук Они стали этаким посланием в будущее местной лапты Которая обещает быть еще более ярким и насыщенным За время наших чемпионатов, районных турниров, которые мы проводим Из 79 школ, которые в городе есть, больше 50 уже имели свои команды Либо имеют на сегодняшний день и больше 50 школ когда-либо играли в наших чемпионатах Впереди, а именно осенью этого года, школьников ждет открытие нового сезона Пятый юбилейный чемпионат расширит возрастные ограничения А значит и увеличит накал страсти на поле Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке Госдума ужесточает наказание для пьяных водителей Сроки за погибших и искалеченных по их вине людей увеличат в разы Приютим косолапых В Приморье строится первый в России приют для медведей Первый постоялец уже освоился Образовательный эксперимент Приморье, как и другие регионы России активно готовятся к ЕГЭ Используя новаторские методы Актер и режиссер Константин Хабенский Станет в этом году президентом международного кинофестиваля во Владивостоке Купальный сезон на старте Специалисты рассказали, где можно купаться, а где опасно для жизни На сегодня это все Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях Или на наш официальный сайт Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала Или присылайте по WhatsApp Его номер вы увидите в конце выпуска Телефон нашей редакции 249-88-12 Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем Восьмой канал. Главное – Владивосток Отгремели салюты в честь Дня Победы Отгрохотали парады, которые прошли по всей России Владивосток вошел в топ-10 городов страны С самыми эффектными шествиями и занял в нем четвертую строчку Но мемориальные акции, посвященные победе, продолжаются И, к слову, не только в России Дошли, что называется, и до Берлина На днях на центральной площади легендарного города Германии Выступили известные коллективы из России Хор турецкого и сопрано Музыканты исполнили песни Победы Написанные во время Великой Отечественной войны И хорошо знакомые не только россиянам Фрагмент берлинского концерта Смотрим вместе, прямо сейчас и без комментариев Успехов вам и берегите себя С вами был Александр Масликов Увидимся на Восьмом Субтитры сделал DimaTorzok